График y равняется x логарифм 1x, или то же самое, минус x логарифм x. Меня этот график интересует, когда x больше нуля и меньше единицы. Давайте смотрим, если бы вы знали вот анализ, то я бы легко за два слова все это объяснил, но, к сожалению, большинство присутствующих анализов не знают, поэтому давайте я это объясню таким образом. При маленьких x, если x очень маленькое число, давайте я сделаю так, я в качестве x подставлю единицу делить на 2 в степени n. Понятный идея, да? В качестве маленьких чисел я возьму единицу делить на степень вольте. Тогда смотрите, что здесь будет. Единица делить на 2 в степени n умножить на логарифм числа 2 в степени n. То есть, проще говоря, n делить на 2 в степени n. Это куда стремиться? Куда стремиться? Нулю. Таким образом, если x равно нулю, естественно считать эту функцию равной нулю. Отлично, отлично. Теперь другая штука. Если x это почти что единица, то одна первая это будет почти что единица, то есть здесь будет 0, 0 умножить на 1 это сколько? А? Должно. Значит, в единице это тоже 0. А вот дальше неприятный вопрос. Как эта функция идет? Она идет вот так или она идет вот так? Ребята, посмотрите. В точке 1 делить на 2 в степени n функция равна n делить на 2 в степени n. Значит, она на самом деле идет вот так. Потому что чем меньше x, тем в большее число раз эта функция больше, чем x. У нее здесь вертикальная касательная. У нее здесь вертикальная касательная. Дальше у нее там где-то максимум. И дальше она вот для тех, кто знает математический анализ, посчитать максимум, конечно, не проблема. Давайте мы это сейчас сделаем. И я сейчас перейду время в этот натуральный логарифм, чтобы не мучиться с тем, что такое, почему равна происходит. Дело в том, что они все равно отличаются. В одно и то же количество раз. И поэтому ничего не произойдет. А для натурального логарифма проблем с дефицитированием нет. Потому что я наизусть помню. Итак, x логарифм x с минусом. А, в общем, не надо с минусом, потому что все равно же у меня здесь максимум штрих. Это что такое? Первое. Это будет x штрих от единицы. Это логарифм x. И второе слагаемое дифференцируем. Наоборот, x умножить на производную этого. Это будет x разделить на x. Чтобы производная равнялась кулю, x это должна быть 1 етая. Отлично. 1 етая это примерно единица разделить на 2,7, ну что-то типа 1 третий. Значит, в точке единицы разделить на е, эта функция принимает наибольшие значения. Теперь давайте вычислим, чему же она там равна. Это будет умножить на логарифм е по основанию 2. Логарифм е по основанию 2. Е чуть-чуть больше двойки, значит, это чуть-чуть больше единицы. Значит, это будет примерно, не знаю, там, 1,2 делить на 2,7. Что-нибудь в этом роде. У меня калькулятора нет, поэтому я не хочу. В общем, ребят, это будет примерно 1,2. Не важно. Важно, что есть некая вот эта вот величина. Максимальное значение этой функции.